Это была их реакция на украинскую революцию, отключить Грузию. Здесь все было темно, а сейчас мы экспортируем электроэнергию в Россию. Последние два года. В том числе во время военных действий мы экспортировали и не прекращали. У нас самый дешевый газ в регионе. Грузия превращается в энерготерминал для гидроэлектростанций. А вы бы выжили без западной помощи? Западная помощь, ее не надо переоценивать. На самом деле она была очень существенной после войны, но сейчас, если бы у нас были тепличные условия, если бы у нас был обеспеченный рынок, если бы у нас была обеспечена западная помощь, тогда не было бы необходимости изворачиваться, быть изобретательными, что-то новое сделать. Мы бы были, как многие страны, наполовину коррумпированы, наполовину зависимы, наполовину ленивыми. На самом деле, не от хорошей жизни мы вынуждены были выживать. И, в принципе, наш лозунг был, мы не то, что просто должны быть нормальными, мы должны быть суперуспешными, чтобы выжить. Суперуспешными, чтобы в такой сложной обстановке прорваться чему-то лучшим. У нас, допустим, сейчас экономика легализована на 95%. В постсоветских странах от 40% до 70%, в том числе и страны Балтии, черная экономика, то есть не теневой экономики. У нас 5-6% от силы, и то скоро не будет. Но что это нам дает? Допустим, сейчас Турция, в принципе, хорошо растет, но у нас лучшая система во многих отраслях, чем и Турция. Потому что турецкий капитал, который очень успешен, самой Турции идет в Грузию, чтобы расширяться. То есть российский капитал, который бежит из России, тоже идет в Грузию, чтобы спасаться. Потому что тут все чисто, легально, и можно зарабатывать легально, и быть защищенным. В то время я Путину сказал, после эмбарго, я ему передал слова Биндукидзе, что надо ему создать памятник, как создателю новой грузинской экономики. Он, конечно, эту шутку не воспринял, не принял, но на самом деле я еще больше на этом наставил. Если бы не было российского эмбарго, то не было бы современной грузинской экономики, не было бы того, что будет в будущем. То есть в России, в принципе, когда говорят, что вы являетесь оплотом американской политики в регионе, и таким непотопляемым крейсером, Грузия, вы лично, они не правы. В Грузии отношение к Америке и России очень прагматичное. Америка нам помогает, и поэтому за это мы благодарны политически, и помогало все время экономически, но сейчас, в принципе, это достаточно ограничено. Помогла бы Россия, мы бы были навеки, чтобы ей было благодарны. Зачем нам выдумывать своих новых друзей или изобретать искусственных врагов? То есть мы очень прагматичны, и мы, кстати, бываем очень благодарны, никогда не забудем хорошее, никогда не забудем то хорошее, что украинцы нам всегда делали, всегда делали, делали. Наше спередовательство будет очень сильным, что мы будем работать вместе, для того, чтобы Грузия и Украина были независимыми, были европейскими для наших народов, и для успеха и Украины, и Грузии. И никогда не забудем то, что многие россияне, в принципе, даже сейчас сюда приезжают и всячески пытаются нам помогать. Так что из Грузии сделали, как пример, мальчика для битя, потому что идеальный размер, маленькая страна, со всеми уязвимыми проблемами, эти территории, которые Россия с самого начала не захотела отдать, после независимости Южной Осетии и Абхазии. Маленькая армия, потому что в свое время мы остались без всякого вооружения, и географически отдалена от Запада, потому что страны Балтии, в принципе, рядом с Европой, там сразу прибегут, европейцы будут помогать, каким бы они осторожным ни были. А мы вдалеке, и мы были легкой добычей. Плюс, сратегически это очень важно, потому что если бы Грузия была, то весь энерготранзит из Северной Азии и Каспийской регионы перекрылся моментально. Плюс, прекрасные дачи в Абхазии, пляжи, все это тоже заманчиво, и все это связано с Сочи. Много факторов, почему бы Грузию выбрали, что бы Грузия не сделала. Но это чисто 19 века расчет, вот, прихватывание. И они, Россия, они всегда хорошие хвататели, но они плохие держатели. А есть другой подход, что давайте создадим пример добрососедства, нормальных отношений, путем этих людей, которые были, в принципе, раньше под нашим официальным союзом, Советско-Социалистической республики, раньше Российской империи, наоборот, притягивая тем, что у нас привлекательная экономическая модель, социальная модель, у нас культура, которая им понятна, у нас язык, на котором они разговаривают. И у нас общие экономические интересы, от которых они будут только выигрывать. И, конечно, это бы связало гораздо крепче Грузию с УЗами, с Россией, чем со многими другими странами. Но они это не захотели. Потому что это все, видимо, или они сами не уверены, что их модель притягательна, или они сами не получают удовольствие от того, что кто-то еще рад этому сотрудничеству. То есть бывают разные характеристики. Я знаю, но вы же все хотите, не как они себе представляют. Вы хотите в НАТО, вы хотите в ЕС, вы дружите с американцами. Из-за того, что с самого начала нас били со всех направлений. То есть у вас не было другого выхода? Это, во-первых. Во-вторых, сейчас многие россияне сами говорят, что мы должны полностью интегрировать даже с НАТО. Недальновидно это было. Политик бы от него очень пострадал, но все, что не убивает, укрепляет. И сейчас, вот, допустим, сейчас говорят, что вот хотят снять эмбарго на Грузию. Никакого энтузиазма особого у грузинских производителей не заметится. Потому что они давно уже переориентировались, и давно уже они не зависят от одного рынка. Мы потеряли этот рынок. В свое время это было составляет 60% нашего экспонтного рынка. Но потеряли, перестроились, выжили, научились новые маршруты прокладывать, научились в разные европейские, арабские, азиатские страны ездить, в Америку. Вы верите, что при том, что войска рядом, русские, при том, что Грузия достаточно далеко от интересов ЕС, что ваши лозунги про членство в ЕС и НАТО когда-нибудь в отдаленной перспективе станут реальными? Я думаю, что это случится намного быстрее, чем многие себе представляют. У нас есть все основы для этого оптимизма. Конечно, и с европейцами сложно работать. Это большая бюрократия. Не все всегда понимают, когда мы упразднили все эти... У нас же 90% всех таких санитарных, пожарных, всяких там инспекторов, всякие там фито, какие-то службы, 80-90% всех лицензий и разрешений, которые раньше строили, они отменены. То есть у нас очень простая система. Но когда с европейцами общаюсь, то они всегда говорят, что вот есть ли у вас бюрократ конкретный, который вот за это отвечает, как у нас есть такой же бюрократ. А у нас его нет. И моментально они говорят, а у вас нет, значит, надо создать. А мы им говорим, извините, но когда они у нас были, они просто выманивали деньги и кровь пили у людей. И у нас их нет, и от этого нам не хуже. Поэтому у нас система, которая гораздо более либеральна. Поэтому, конечно, есть эти сложности с европейцами. Но с другой стороны, это фундаментальный выбор для Грузии. Турция 40 лет или 50 лет ждет, когда она станет в ЕС. Надо забыть, Грузия, чтобы понять, насколько она связана с европейской цивилизацией. Две большие вещи для цивилизации происходят от Грузии. Медицина от грузинской королевы Медея и вино. Ну, и это две фундаментальные европейские вещи. То есть это как бы истоки европейской цивилизации Грузии. И она как бы, конечно, страна молодая и интересная, но она тоже очень древняя. И практически очень много нас от тех европейцев, которые из первых европейцев. Поэтому не только они в музее у нас тут выставлены, первые европейцы, их скелеты. Но есть это каждодневное проявление. Поэтому... Но Европе вас рекламируют, знаете, как экзотическая страна, немножко цивилизованная. В прошлом году у нас было 2 миллиона туристов, в этом году 3 миллиона будет. Мы дойдем до 10 миллионов в течение 4-5 лет максимум. И в том числе большая часть будет европейцами. Греки точно так же вернулись в Европу. Греков тоже забыли. Хотя они создали европейскую цивилизацию. И в 70-х годах, в годах Европа вдруг открыла себя в Грецию заново. И очень восхитилась. И в принципе больше, чем все мои поездки, там, к Ангеле Меркель, или там все приезды Саркази сюда, или все наши презентации, гораздо больше будет работать их поездки на наши горнолыжные курорты, которых мы строим сейчас целую дюжину. Эти лыжи Виктор Андреевич не понравился. Потом их поездки на наши исторические места, на город Батуми, который, в принципе, в восточной Испании ничего подобного нигде нет. В смысле развлечений, в смысле морской инфраструктуры. И все это создаст именно наш... Все это нам выпишет новый билет в Европу. И они поймут, что, в принципе, не просто мы их туда возвращаемся, но они возвращаются в Грузию, потому что, в принципе, отсюда они и начинались. И это не громкое заявление. Мы прекрасно понимаем, что это достаточно сложный путь и темнистый. А какая у нас альтернативация? С другой стороны, никто лучше нас в Европе не понимает. И Арабский Восток, и Турцию, и Иран. Мы всегда с ними общались. Мы для всех этих стран вокруг нас, мы их европейские кузены. А для Европы мы какая-то дальняя страна. Но вот если спросить иранцев, турок, арабов, кувейти, в Эмиратах, в Саудовской Аравии, они все скажут, что Грузия – это их сестра или двоюродная сестра, но она европейская двоюродная сестра. И они этим очень гордятся, что есть исторические связи. Образ советского грузина в советском прошлом был щедрый, хитрый, умеет торговать мандарины. Какой образ современного грузина? Я думаю, что Грузия – это будет смесь Швейцарии и Сингапура для этого региона. И это никакие… по небоскребам мы очень быстро будем похожи на Сингапур, 3-4-5 лет. То есть швейцарские часы, сингапурский разрез глаз? 30 часы вряд ли мы научимся делать, но вопреки всяким ожиданиям, грузины – это не человек, который ходит в кепке с усами. У нас есть большая часть голубоглаза и блондин и блондинки есть в особых горах. И у нас есть разные антропологии, абсолютно разные. То есть это смесь всего Грузии. Это будет очень важное смещение всех путей – торговых, культурных, экономически-политических, всяких, образовательных. И с другой стороны, одна из наших больших привилегий по сравнению с многими новыми независимыми странами – это сильная народно-национальная идентичность. Причем она многонациональная, в том числе многоэтническая национальность. То есть грузинские армении, грузинские… Вот эта область, допустим, здесь есть армяне, азербайджанцы, русские, курды, этнические грузины. И многие из них говорят на нескольких языках. И некоторые из них даже не знают, какой они точно этнический спросить. Они вам скажут, что они аулабарцы, что они артачальцы, ну, они пилистцы, ну, и, в конце концов, они грузины, конечно, но какое его идентическое происхождение, даже уже забыли. И это и есть идентичность Грузии. Это у нас есть грузинские мусульмане, азербайджанские мусульмане, у нас есть грузинские католики, естественно, грузинские православные, которые большинство… Даже русские, грузинские русские, они совершенно разные, отличаются от русских русских. Так что это одна общаясть, в принципе, очень интересная. И сейчас молодежь совершенно другая. Вы яркий, порой даже экстравагантный политик. Позвольте несколько личных вопросов. Пожалуйста. Вы можете прийти на интервью в украинской национальной рубашке, но когда-то, я помню, все обошли мир кадров, когда вы жевали за чем-то галстук. Почему? Что тогда случилось? Я думаю, что в бытовой ситуации разные вещи можно делать, но и когда камера постоянно включена, то кто-то может… Я удивился, что похуже кадров у них не было. Но я думаю, что это все было использовано, конечно, для военной пропаганды, но в целом Грузия, особенно в 2008 году, показывала огромную мужество. Потому что нам говорили, нам вот отсюда до Творца идет один путь на восток и на юг и в аэропорт. Единственный аэропорт, который не бомбили тогда, был Тбилицкий международный аэропорт, единственная дорога, на которой не было вообще военных действий, дорога на Азербайджан. С севера шли войска, с левой стороны тоже на горы высаживались или уже по дороге был десант. То есть нам говорили, и нам говорили, что ребята, дорога открыта, езжайте, езжайте. И по их представлению, наверное, на швейцарском банке, они считают, что у нас какие-то счета там отложены и так далее. И не только нам говорили, говорили людям Тбилицкий, потому что они хотели, чтобы они выжили оттуда. И когда я выступил, обратился из этого дворца по прямому эфире, я сказал народу, что не буду вам врать, вероятность российского наступления на Тбилицкий очень высока. Мы вам скажем, когда она начнется, но она может начаться в любой момент, но, пожалуйста, оставайтесь дома и сохраните спокойствие, мы вам скажем. Я бы сказал, что в 9-10 случаях это бы вызвало массовую панику, и люди бы уже сбежали. Потом я после этого выступления вышел на крыльцо этого здания и просто смотрел на эту дорогу. Все, две дороги были открыты. Будут ли люди? Ни одной машины нет. Никто никуда не двинулся. И это дало нам сильно уверенность, что мы выжим. И это было главное, что тогда народ проявил удивительное спокойствие. Я ездил под бомбежками, когда бомбы падали всю дорогу с запада на восток. И прямо на наших глазах сразу за нами взорвали маршрутку, там 14 пассажиров было. И вот были такие пробки на дорогах, и среди пробок стояли улыбающиеся полицейские. Именно улыбались, я никогда не забуду. И спокойно регулировали под бомбами движения. И никто из них глазом не моргнул. И многие, десятки из них погибли. Не только государство работало, а государство работало, а потом люди выжили. Это было главное. А для военной пропаганды можно было и калстук сживать. Киев тоже небольшой город, как в Тбилиси. И многие знают, что вы любите, когда приезжаете в Киев, и рестораны посещать, и клубы посещать. Я то же самое здесь делаю. А что я буду в Киеве? И клубы посещать. Я вообще обозреваю, условно. Какие клубы в Киеве посещать? Ой, я уже не вспомню. В прошлый раз в каком-то... Я уже в прошлом, как каждый... Врачи назывался рядом со стадионом «Динамо». И куда-то в прошлый раз меня друзья пригласили, когда я приезжал на день рождения Януковича. И почему-то, оказывается, на второй день в газетах был, видимо, такой интерес ко мне здесь. Мало ли кто интересуется, куда я, допустим, вчера ходил. Ведь ночью вчера ночью ходили, тоже клуб рядом с собой. Мы постоянно ходим в клубы, рестораны. И, кстати, допустим, иногда на велосипеде могу ездить по этому городу или по другим городам. И, в принципе, люди привыкли, а что? Но я к чему спрашиваю? В прессе много легенд ходят про ваши симпатии, про вашу любовь к женщинам. Реально, мало ли что. Это, я думаю, абсолютно нормально в этом смысле. Так что было бы ненормальным, иначе. То есть все эти слухи... Знаете, обычно, потому что я и в фильме все время, когда сделали про Юлию Тимошенко и мне, об меня, и тогда, по-моему, сама Юля мне это передала, что я приехал в Киев, мне интересен был этот фильм. То, что тиражировалось, является полной чушью. И я оболчаю от этого удовольствия. Конечно, иногда это было для некоторых моих людей из моего окружения, моей семьи, моих сотрудников в том числе. Иногда было тяжело, потому что просто вот как непреложный факт, что это природа еще. Но потом все привыкли и всерьез это не воспринимали. А здесь давно уже... Здесь же все-все знают. Здесь, в принципе, особых секретов нигде нет. И поэтому люди совершенно спокойно здесь воспринимают. У нас не 50 миллионов, не 150 миллионов. Особенно, почему-то российские средства массовой информации очень увлекались этим. Имейте в виду, когда они рассказывали про ваших любовниц? Про все. Про бесконечных любовниц. Начали от любовниц до галстука. Поэтому интересовать меня... Может, завидуют? Мы нагрозили подвеситься именно за специфические части тела. Мой друг Владимир Путин. Потом я спрашиваю, что я по этому дому. Думаю, я говорю, что веревки ему не хватит. Потом он приехал в Киеве и начал говорить, или Сюля Тимошенко сейчас про мой галстук. Как они только говорили, я сказал, что это еще лучше. Потом про право, что они должны были щелкать спине по носу. Но это шутка. На самом деле, серьезная политика на таком уровне не должна делаться. И она, кстати, не работает. Всякая ложь в демократической системе, она быстро распространяется, это надо сказать. Но она также быстро выдыхается. И настолько уже умудрена этим опытом, что совершенно не обращая на это внимание. В политике нет друзей, есть постоянные интересы. Многие из тех, с кем вы работали, сейчас уже не с вами. А у вас друзья-то остались? Дружба в основном основывается здесь на ценностях. Хочу сказать, что те, которые остались там со школы, там с института, ну, часть из них осталась. Но, в принципе, это не тот принцип подбора, когда ты что-то делаешь. То есть, наоборот, лучшие друзья, самые сильные друзья, это те, которых ты нашел в борьбе на поле сражения политического, лучше, конечно, не в боевом. И те люди пришли ко мне в основном на самые сложные моменты, потому что у них были те же самые ценности и принципы. Вот когда дружба основывается на принципах и ценностях, я думаю, я совершенно уверен, что мы эту дружбу сохраним. Как только кто-то этим ценностям изменит, то, что мы там вместе пилили или там когда-либо вместе сидели, это никакого значения не будет иметь. Потому что есть то, ради чего мы живем. Иначе жизнь была бы неинтересна. А ради чего мы живем? Живем, чтобы изменить мир к лучшему, конечно. В данном случае, в нашем случае, изменить эту страну к лучшему. Это ежедневная борьба за улучшение. Не дай бог, чтобы человек был доволен, то, что он сегодня имеет в своей стране. Каждый день, мне кажется, что, во-первых, я много времени попросту потерял. Самое худшее для любой профессии, для моей тоже президентской, это самодовольство или того, что чем-то хотя бы. Вы Шеварнадзе поддерживаете отношения? Нет, ну мы на самом деле его же оставили жить в том же самом доме и государственной резиденции. У него очень много денег, или у его семьи, потому что у них активы никто не забирал. Тогда он был самым богатым человеком в Грузии, или его семья была самая богатая. Сейчас, наверное, есть побогаче, но они с властью не связаны, все это очень важно. И я думаю, что Грузия пошла за Шеварнадзе. Это прошлое, и сейчас мы должны сконцентрироваться на будущем. Но он же привел вас в политику, по сути, вы были в его партии. Нет, ну это сложнее, чем это. Кстати, вот когда он уходил в отставку, мы тогда шли, были у него там с Бурджанадзе, и с Шеварнадзе, с высшим премьер-министром, который, к сожалению, трагично умер. И он тогда признался, потому что меня привел в политику, и он тогда на всех троих-троих посмотрел, говорит, что ребята, я вам честно скажу, вот ты, говорит, Нино выросла у меня на коленях, потому что она была дочерь партийного работника, они действительно были очень близки Шеварнадзе. Ты, говорит, с тесту это у меня росла. Сураб говорит, я тебя привел в политику, я тебя лилел, как своего соратника. Ну, Миша мне ничего не делал уже, потому что я, в принципе, всегда был против его пребывания в политике. Честно бы сказал, но то, что мы и так знали, потому что Шмане пришлось всегда меня отставить. Это уже было то поколение, которое, если в Шеварнадзе активно сопротивлялось, конечно, он смог меня повредить, но, в принципе, не его инициатива была меня приводить. Но если кого-то должен был благодарен, он должен был благодарен Жуанишу. А вы по материнской линии принадлежите к роду Церетели, правильно? Есть у меня Церетели, да. Моя бабушка Церетели, это самая активночная в моей семье. Это княжеский род? Да, да. У них даже королевский род там, а у нее, вот у нее бабушка была королевского рода. Уже поградил. А правда, что в бывших советских республиках, особенно на Востоке, вряд ли можно было представить себя человека, который поднялся наверх, если он не принадлежит к какому-то знатному роду? В моем детстве так было. Это в советское время было заложено, что ты у тех, кто отец, у тех, кто батя, у тех, кто бабушка, прабабушка. Меня воспитывали мои прадеды и прабабушки, я ими очень гордился. Они были знатного рода, они были в академической сфере, но тоже на должностях и так далее. И это все... Помню, что в детстве я этим очень гордился. Но на самом деле это все поменялось сейчас. Сейчас никто, в принципе, никого не спрашивает, кто у тебя родитель. Потому что, если посмотреть на наше правительство, это набор деревенщины, в принципе. В 80% это люди, которые из разных сел. Никто из них не представляет никакую элиту. Когда мы ввели всеобщий экзамен, в 80% людей поступило с сел. Самый лучший результат, самый высокий балл был. Была девушка с высокого горного села, на уровень до 2000 метров, у которой не было электричества. Домик там все детства практически. Последние 10 лет. И она вот на свечах читала книги и вызубила все. А молодежь вообще сейчас уже такая полностью. Там даже ничего не надо доказывать. Вот мой сын постоянно соревнуется с одноклассниками в админатах. А знаете, даже при моем советском детстве, я колу закончил на медаль, стыдно было иногда, что ты хорошо учишься. Все было наоборот. То есть хорошим тоном было быть двоечником, уличным мальчиком. Хулиганом. Да. И главное, кто были у тебя предки. Сейчас все поменялось. Сейчас совершенно новое поколение. Они соревнуются, они состязаются, они все время доказывают, что они могут быть лучше, что-то новое ищут. И так и должно быть. В принципе, все стало на свои места. Но вроде бы непонятно, почему до тех пор было иначе. Маленькая истина надо доказывать на каждой дневной реальности. Дякую вам за беседу. Это был Ткаченко Ей, президент Грузии Мухайлас Акашвили, который пытается с людьми, которые были в селе, в селе Киев, сделать новую элиту Грузии. Правильно? Так, так уж дякую вам. И до побачи. Вы по воскресеньям так поздно работаете? Да, да, конечно. А, выходные есть? Нет, затем выходные. Когда отдыхаете? На пенсии будем. Президентом Грузии не соскучишься. 23.41, а работа продолжается. Нас раптово запросили позднимать встречу, которая у него сейчас происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Если вы по большей, мы по продолжим. Он же ректор сейчас университета, вот свободный университет. Это реклама? Да. Одновременно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она как бы выстрелена по структуре ДНК, то есть язык, алфавит, который очень уникален, как ДНК нашей многоэтнической нации. А это вот парламент Грузии, который сейчас сооружается в Кутаиси. Я имею претензию, что будет самый современный парламент в мире. И главное, там вокруг вот ров, вода, там как-то пруд, красивый сад будет вокруг. И все очень прозрачно, как и в наших госучреждениях, всех и парламент будет очень прозрачно. И очень много проектов. У меня здесь, значит, вот эта катинца, которая с лишним этажей, которая сейчас уже строится. Каркас будет где-то через год. Парламент, кстати, будет через месяц уже, через концу года. Это будет через год. И это тоже в центре Тбилиси будет такая сногсшибательная, очень такая люксовая гостиница. Так что есть проект, полный всяких, кабинет полный всяких проектов. И, в том числе, на моем рабочем столе вы тоже можете увидеть очень много следующих проектов, которые мы строим. И мы этим очень гордимся. И кроме того, вот я хочу показать. Значит, у меня всегда в кабинете визит это фотография, это школа в центре Тбилиси без отопления, без света. Дети в этих шапочках, с перчатками. На старых детям мы даем по компьютеру. Другие парты, конечно, все отоплено, совершенно другая школа. И все школы на Грузии практически уже, ну, минимум на 8% уже похожи на вот эту новую. Так что так. Краще от меня снимать эту красоту. Выйшов, подивился на место. Все спокойно, можно идти працювать. Пошли спать. Пошли спать. Попробуем, стрикаш. Пошли спать. Продолжение следует...